Приветствую, друзья! Вы на канале Шамана и Доз. А в этом видео мы отправимся в полузатопленный город Окманд, улицы которого наполнило безумие. А местные жители начали превращаться в ужасных монстров из книг Лавкрафта. Именно книгами этого писателя и вдохновлялась украинская студия-разработчик Frogwares, знаменитая своими детективами о Шерлаке Холмсе. Вот и в этой игре нам предстоит вместе с детективом Чарльзом Ридом разобраться в паранормальных происшествиях Тихого Городка. Поэтому вам стоит запастись флаконами успокоительного, прежде чем вы нырнете в омут безумия, из которого пути обратно может и не отыскаться. Итак, мы просыпаемся на корабле Харон, который доставил нашего персонажа, а в прошлом моряка в упомянутый ранее портовый город в штате Массачусетс. Странные видения, посещающие воспаленную психику нашего детектива, привели его сюда, где он надеется разобраться в источнике помутнения своего рассудка. И что интересно, в ходе бесед с местными жителями, Чарльз выясняет, что безумие поселилось не только в его голове, и произошло это после необъяснимого потопа, который поглотил множество улиц Окманта. Но не только странные видения пришли с потопом. Темные воды принесли в этот город жутких тварей, которые шныряют тут и там, а некоторые жители необъяснимым образом обращались в ужасных существ. Местные уже привыкли к подобному явлению, и мелкие монстрики их никак не заботят. А вот от тварей побольше, они оградились заборами и завалами из ящиков, пометив зоны обитания опасных порождений потопа специальными отметинами. Нашего персонажа встречает местный ученый, одетый во все желтое, и направляет нас к мистеру Трогмортону, местному покровителю научного сообщества, обещая нам, что последний поможет разобраться в источнике наших видений. И в первую очередь, подойдя к Трогмортону, мы отмечаем его необычную внешность. Не для местных людей, которые мы еще повстречаем позже, а сравнительно с внешностью обычного человека. Как выясняется, этот полуобезьян недавно снарядил экспедицию на дно океана, которую возглавил его сын. Их целью был поиск источника всей чертовщины, происходящей на поверхности в Окмонте. Но, как выяснилось, из экспедиции вернулась лишь часть команды, потеряв отряд дайверов где-то в темных пучинах. Куда подевался молодой Трогмортон, неизвестно. И задачу по поиску своего сына ставит перед нами его отец. Взамен он обещает помочь нам разобраться и в источнике своего безумия, и во всем остальном. Так как мы, сами заинтересованы в решении дьявольского пазла, детектив берется за дело и вскоре находит труп пропавшего. А заодно знакомится и с местной фауной. В поиске убийцы мы выходим на человека-рыбу. Выходца из Инсмута. Подобных ему в городе полным-полно. Это беженцы из своей родины, над которыми нависло проклятие рода, из-за того, что их предки вступали в близость с морскими чудищами. Внешность этих рыболюдей довольно жуткая на первый взгляд, и я не один час привыкал к их жутковатому виду. В сравнении с ними, наш красноглазый измученный детектив выглядит просто милашкой. Говоря о графике в целом, она не впечатляющая, но сделана добротно и со вкусом. Местные декорации выглядят довольно красочно и на отлично передают атмосферу тех событий, в которые нас забросила судьба. Это, конечно, не ААА-проект, но все же рисовка окружения, как и различных персонажей Синкин-Сити, мне очень понравилась. Я бы сказал, что персонажи хоть и выглядят немного деревянными, а улицы города ощущаются как пустые декорации, но смотрится и воспринимается все это как добротный аттракцион ужасов. Да, немного искусственно, но все же впечатляет. А звуки окружения и тихо играющая музыка на фоне создает хоть и однообразный, но не надоедающий фон. Проходя игру, я не спешил отключать музыкальное сопровождение, что порой бывает, когда я прохожу некоторые игры дольше 10 часов. Тут со звуковым сопровождением все ненавязчиво и не нагружает психику. Но вернемся к нашим квестам. Я не стану пересказывать вам сюжет игры. Для этой цели можно сделать отдельный ролик. Напишите в комментариях, если вас подобное заинтересует. Мы же пробежимся по основным механикам и особенностям Сынкин-Сити. Что же нам предстоит делать в Окманте? Вам придется примерять на себя образ Шервака Холмса, обладающего паранормальными способностями. Из обычных способностей наш детектив обладает возможностью изучать некоторые предметы на местах преступлений, вращая их в руках, обнаруживая особенности и делать на основании последних определенные выводы, которые попадают в журнал или чертоги разума. Необычная склянка. Похоже, ее взяли в какой-то лаборатории. На дне остатки какого-то порошка. Лучше его не трогать. Возможно, это яд. О чертогах мы еще поговорим, но немного позже. В нашем журнале мы ведем сбор информации и учет полученных улик. Здесь же мы имеем возможность выбирать основное или же побочное задание. Детектив Рид может воспользоваться внутренним взором, дабы увидеть незримое. Эта способность позволяет нам видеть события прошлого, которые происходили вокруг найденной улики, и помогает пролить свет на поставленную перед нами загадку. Этот артефакт идеально сохранился. Может, они поклонялись ему? Все зацепки, собранные таким образом, также помещаются в журнал или же в чертоги разума, где нам предстоит еще поработать с ними. Мы можем применять внутренний взор по отношению к самому месту преступления. И если в конкретной локации есть невидимые обычному глазу зацепки, мы увидим призрачные указания, направляющие нас к нужному месту. Так, это могут быть видения человеческих фигур, которые ведут нас к следующему участку, в котором нужно будет применить детективные навыки. Либо мы увидим пролетающих ворон, что укажут на призрачную стену, которая за минуту до этого была вполне себе плотной. И таким образом мы находим скрытые комнаты или целые локации. Однажды мне даже повстречались парящие осьминоги, приведшие детектива Рида к утерянным ключам от запертой комнаты. В общем, помимо жути, наполняющей улицы этого города, в голове у Чарльза обосновалось не меньше живности. Когда все улики на месте происшествия обнаружены, наш персонаж может применить очередную пси-способность. О том, что вы здесь все пронюхали и вам искать больше нечего, сообщит сама игра. А где-то посреди дома или комнаты появится призрачная стена, пройдя через которую мы перенесемся в прошлое. В режиме путешественника во времени мы увидим несколько ключевых событий, которые разворачивались в тот злополучный момент, когда произошло убийство персонажа, уничтожение улик или же другое нарушение закона. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. Пора во всем разобраться. Детективу Риду предстоит восстановить порядок событий и в случае верной сортировки эпизодов криминала наш герой сделает вывод о произошедшем. Какие-то люди ворвались в штаб экспедиции. Они громили и жгли все подряд, уничтожили архивы и даже газеты. Этот же вывод перенесется в журнал и те же чертоги разума. Ну и коль я в очередной раз упомянул об этом странном месте в нашем меню, то давайте сюда заглянем. В чертогах разума заключается вся нелинейность игры. Именно здесь нам предстоит сопоставлять разрозненные факты, полученные в ходе следствия, дабы делать определенные умозаключения. А затем все умозаключения приводить к одному из двух выводов, от которых зависит, куда свернет ваша история. Хотя в этой механике проявляется некая нелинейность, на сам сюжет она не влияет. Вы лишь получите иное повествование, которое приведет вас к одному и тому же финалу. А вот в самом финале и будет решаться, какая из трех концовок станет итогом ваших приключений. Но хотя вариативность в чертогах разума и мнимая, ощущения от повествований вы будете получать разные. Поэтому, если вы не устанете от продолжительного сюжета детектива и захотите перепройти игру снова, выбирая другие заключения в чертогах, вам откроются новые аспекты повествования. Но как по мне, реиграбельность Синкин Сити воплощена довольно слабо. Еще хотелось бы отметить небольшой, но все же минус этой игры. Ориентировка по карте и перемещение по городу. В Синкин Сити искать нужные места вам придется самостоятельно, постоянно изучая все найденные кусочки информации в своем журнале. В заданиях, как правило, указывается какое-то знаменитое место по типу полицейского участка, дока или больницы, которые есть изначально на карте. Но довольно часто вам предстоит искать дом или переулок на пересечении двух улиц. Это занимает не так уж много времени, но сбавляет темп игры. С другой же стороны, мы не местные, и город нами не изучен. Это раз. Мы детектив, который должен думать и искать. Это два. Подобное решение вписывается в сеттинг на отлично. Но я могу понять и других игроков, которые недовольны сложившейся ситуацией. Поэтому вам самим предстоит решить для себя, плюс этой игры или минус. И помимо беготни в поисках нужных локаций, нам предстоит просто много бегать. И скажу вам со своего опыта, что бегать в этой игре не скучно лишь по двум причинам. Первая – это декорации и необычные события на улицах этого города, которые порой завлекают на несколько минут, делая из Синген-Сити хороший симулятор ходьбы. А вторая причина – спасибо разработчикам, что они поставили телефонные будки для быстрого перемещения по районам города, из-за чего беготни становится гораздо меньше. Для тех, кто заявляет о сложности поиска точек быстрого перемещения, я открою небольшой лайфхак. Вам нужно просто погибнуть в том районе города, где вы еще не нашли телепорт. И вас тут же заспаунят возле ближайшей телефонной будки, даже если вы ее ранее не отыскали. Для этого вам достаточно искупаться в воде и позволить хищным угрям растерзать вашего персонажа. Либо напасть на стража правопорядка и получить смертельные ранения. Или же просто начать атаковать мирных граждан, отчего ваша шкала рассудка пойдет на ноль и видения сами вас погубят. Шкала рассудка и шкала здоровья – два показателя у нашего персонажа. Здоровье, понятно, теряется от повреждений, восстанавливается аптечками, а рассудок теряется от применения внутреннего взора при контакте с монстрами и при применении насилия вашим персонажем. Безумие лечится успокоительными препаратами. Когда ваш рассудок покидает героя, то вблизи появляются видения тварей, которые хоть и видения, но навредить вам все же способны. Поэтому всегда будьте готовы сражаться не только с местными монстрами, которых тут хоть отбавляй, но и с галлюцинациями, которые не менее опасны. И аптечки, и успокоительные вы можете как находить, так и крафтить. Помимо них вы еще можете создавать боеприпасы, ловушки и прочие инструменты для сражения с ужасами Окманта. Компоненты для крафта всегда будут под рукой, и вы их с легкостью найдете в любом доме, где двери не заперты, поэтому за их наличие переживать не стоит. Лучше позаботиться о размере своего инвентаря, который здесь можно прокачивать наряду с показателями здоровья, получения опыта и другими особенностями персонажа. Древо прокачки делится на три вкладки. Каждая вкладка делится на две ветки. Опыт получаем за выполнение заданий и за убийство монстров. Все просто и понятно. А что по вопросу оружия, в этой игре его не найти и не скрафтить. По ходу продвижения по сюжетной линии вам автоматом будут выдавать новое снаряжение. Поэтому, если хотите быстрее получить пушку помощнее, активнее шевелите извилинами. По поводу шевелить извилинами. Игра подбрасывает нам ко всему ранее озвученному еще и работу с архивами. Будь то подшивка старых газет, полицейские дела в местном участке, больничные архивы или же книги из Окмундской библиотеки. В поисках очередного человека или места жительства конкретной личности вам понадобится стать книжным червем и покопаться в пыльных бумагах города. Хорошая механика, но это еще одно замедление темпа игры. Все те минусы, которые я отметил, не помешали мне насладиться местной атмосферой и сполна ощутить себя в роли детектива. Честно говоря, последних лет пять я не мог себя настроить на прочтение книг, но Синкин Сити стала для меня той самой интерактивной книгой, которую я искал. Эта игра увлекла меня и снова научила любить чтение. Насыщенность событиями, встречи со странными персонажами, посещение необычных мест, прогулки под водой, головоломки и увлекательные расследования принесли мне множество приятных впечатлений. И пускай порой игра казалась затянутой, а беготня излишней. Интрига, которая держалась на протяжении всего повествования, не давала мне бросить прохождение этого детектива на полпути. Если вы любите квесты, вам нравятся детективные игры о Шерлоке, и тупой экшен без сюжета вам надоел, то тогда я рекомендую вам отправиться в Огмант в поисках приключений в жутком сеттинге Говарда Лавкрафта. Всем спасибо за внимание, с вами был Шаман. Покеда! И спасибо за рыбу.